всем привет вы на канале марина и цветочные друзья сегодня 25 апреля четверг раннее раннее утро если прислушаетесь то услышите как у нас тут заливаются соловьи показываю вам цветущую фатинию и еще несколько растений своего сада огорода ну а заодно конечно объявлю о предстоящих выставках ближайшие выходные я знаю о двух выставках это воскресенье 28 апреля проводятся выставки сразу в двух населенных пунктах это краснодар мега адыгея по адресу тургеневская шоссе 27 и анапа по улице крымская 119 так что любители цветов планируйте ваши выходные а я немножко еще раз говорю немножко покажу вам растение на своем садово-огородном участке фатиния вечно зеленое растение молодой прирост у нее яркого оранжевого цвета так листья глянцевые зеленые и остаются глянцевыми зелеными и зимой и летом весной фатиния очень обильно цветет желательно ее формировать но если оставлять в свободном полете то тоже красиво смотрится хотя кустарник необъятных размеров есть карликовая сорта но вот эта большая у нас внизу кизильник пестролистный и на участке много спирей разного срока цветения ранне цветущая сирень ой спиреи уже отцвели а сейчас вот апрельские майские апрельское майское цветение махровая белая спирея у нее даже есть название сорта и не могу его сейчас назвать потому что не помню но если кто-то интересуется то найду уже зацветают клематисы в этом году у нас весна моментально наступила были холода 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 и тут нагрянула весна сразу с засухой показываю вам землю уже до такой степени засохла земля что появились трещины поэтому приходится сад поливать варигатная дейция карликовая рядышком садовая герань желтеют это осенние крокусы то есть осенью они будут цвести а сейчас в жару уйдут под землю посмотрите какая красивая листва у хурмы не все сорта у нас зимуют но вот это уже несколько лет растет выросла достаточно такое объемное деревце но в этом году цветов все-таки мы еще пока не дождались алис сумскальный вот такой симпатичный кустарничек это крылатый бересклет у него будут такие забавные цветочки скоро и и такие же интересные семенные коробочки а осенью он окрасится ярко-ярко малиновый цвет вокруг древовидного пиона жужжат пчелы работа кипит за пионом в полутени полянка купены варигатной по лесенке поднимается мелкоцветный клематис не шикарные цветы зато вообще неприхотливое растение которое на самообеспечении то есть ничего не нужно с ним сделать делать он сам справляется и осколка темно-зеленый тис считается ядовитым растением то есть нужно осторожно с ним работать ну а я иду чтобы показать вам красный клен когда спрашивают зимуют ли у нас клены клены у нас в краснодарском крае зимуют хорошо летуют они плохо то есть именно японские клены в сильную жару обгорают листики у них нежные поэтому по краю идет такая обожженная некрасивая полоса нужно подбирать место для них а сбоку от клена магнолия растет и это уже такое высокое дерево с розовыми цветами называют его тюльпанным деревом весной конечно зелень зелень и цветная и зеленая радует глаз ну и весной продолжаются выставки еще раз объявлю вам даты 28 апреля по 1 день работает выставка в Красной Даре в торговом центре Мега Адыгея по улице Тургеневское шоссе 27 и в Анапе в доме культуры городского театра по улице Крымская 119 приглашаем всех любителей цветов приходите друзья всего хорошего до новых встреч 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 Продолжение следует...